Давайте перед началом, как всегда, проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат плюсик, если меня слышно, если меня видно, если все в порядке с техническими моментами. И будем начинать наш вебинар. Отлично, да, спасибо, вижу, что плюсики пошли. Ну что, коллеги, рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен различным торговым стратегиям, различным торговым методам. Та серия вебинаров, которая у нас проходит совместно с порталом InvestFuture и спикером Кирой Юхтенко, которая сама представится чуть позже. Меня зовут Исаков Роман, я скажу несколько вводных слов перед началом нашего вебинара и далее уже Кира возьмет слово. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Все вебинары, все обучающие материалы, которые предоставляет компания Dramarket, остаются только в целях вашего ознакомления и обучения и не могут являться прямой рекомендацией к действию. Я вижу, что перед началом вебинара уже появились вопросы от тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре. Кстати, поставьте цифру 1, кто пришел первый раз, чтобы нам сориентироваться по новой аудитории нашего вебинара, наших образовательных материалов. Ну и те, кто уже не первый раз, поставьте цифру 2, чтобы было видно, какое соотношение, скорее всего, будет больше тех, кто присутствует на наших вебинарах постоянно. Да, да, сразу же забегая немного вперед, запись вебинара будет на нашем YouTube-канале, ссылку на него я дам вам чуть позже, после того, как Кира уже возьмет слово. Да, вижу, что, как и предполагал, двоечек больше, но появляются также и новые слушатели. Возник вопрос по поводу компании Admiral Markets. Сейчас хотел как раз об этом несколько слов рассказать. Начал я с того, что в трейдинге большое количество рисков, но одним из рисков также является риск партнерства. То есть важно для себя выбирать надежного партнера, которым для вас и может стать компания Admiral Markets, которая предоставляет услуги по торговле валютами, акциями, индексами, криптовалютами. И важный как раз аспект – это именно надежный партнер. В чем это заключается? Во-первых, это наличие лицензии. Компания Admiral Markets обладает лицензией FCA, пожалуй, одним из самых жестких регуляторов в отношении брокеров. То есть это значит, что трейдер больше защищен и имеет больше гарантий. Например, в том случае, если с компанией что-то случится, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то из специального фонда воплачивается страховая сумма до 50 тысяч фунтов стерлингов по каждому клиенту. Также в компании Admiral Markets специалистами компаниями Admiral Markets была разработана платформа MetaTrader Supreme Edition, который используется как для четвертого, так и для пятого MetaTrader, который расширяет стандартный функционал обычного MetaTrader. С этим мы вас знакомим также на наших обзорах, на наших видео и на наших вебинарах. Ну и настройки защиты от волатильности. В двух словах скажу, что это те инструменты, которые позволяют минимизировать риск проскальзывания. Я думаю, что для опытных трейдеров, особенно кто торгует на новостях, это понятие знакомо. Так вот, те настройки защиты от волатильности, которые были разработаны, они позволяют этот риск свести к минимуму, позволяя использовать и дополнительные функции ордеров, и использовать также более приемлемое исполнение. И далее уже для тех, опять же, слушателей, кто является постоянным участником наших вебинаров, наших образовательных программ, хочу рассказать о том, что для всех участников мы сейчас вводим новую функцию. Это учебный счет, реальную прибыль с которого вы можете перевести на реальный счет. Сейчас я тоже несколько слов расскажу, потому что каждый из вас, кто еще не работал с компанией Admiral Markets, до у кого еще не было реальных счетов, может этот учебный счет получить. Его особенность в том, что торгуя на этом счету, который открывается на 200 евро, прибыль до 200 евро, которую вы на нем можете заработать в течение двух недель, дается срок две недели на торговлю, уже вот эта прибыль может быть переведена на обычный реальный счет, который вы открываете. И тем самым вы, во-первых, можете первые сделки совершить, не рискуя собственными деньгами, торгуя на учебном счету. И полученная прибыль, которую вы переведете на реальный счет, она позволит вам увеличить ваш баланс. То есть, скажем, рисковая сумма, к примеру, может быть увеличена. Что нужно сделать, чтобы получить этот учебный счет? Во-первых, написать письмо на почту support.ru, собака-адмирал-маркетс.ком, я ее тоже сейчас скопирую. Давайте я напишу, чтобы вы смогли ее скопировать и сохранить. Можно сделать это сразу. Этот первый этап, первый шаг. С темой письма Price Action, это как раз тема нашего сегодняшнего вебинара. И мы уже вышли вам подробные условия получения данного счета. Но в двух словах, то есть далее необходимо открыть реальный счет, пополнить его на сумму от 200 евро. Торговать сразу на реальном счету это абсолютно не обязательно. Вы работаете на учебном счету. И после того, как вы уже готовы, вы вполне можете перейти. И также напоминаю, что пополнение, к примеру, по кредитным картам и дебетным картам идет без комиссии. И также доступен вывод два раза в календарный месяц, в том числе без комиссии. То есть фактически вы можете познакомиться с компанией Admirals Markets без каких-то дополнительных издержек. Это, безусловно, большой плюс. И все ваши вопросы, которые будут также заданы в конце вебинара, если у вас появятся вопросы по данному счету, по компании Admirals Markets, я с удовольствием отвечу. В конце я еще раз подключусь. Вот несколько вопросов поступило. Это вот Alex Trader задает вопрос по поводу кредитного плеча. То есть это еще, скажем, идет на этапе обсуждения. Вот Alex задает вопрос по поводу уменьшения кредитного плеча. То есть разговоры об этом идут, но решение еще не принято. Если это будет, то это требование регулятора, и нам ничего не останется, как, собственно, это сделать. Но это еще, я повторяю, что решение не принято. Борис задает вопрос. Да, действительно, у нас есть возможность открывать счета в рамках Admirals Markets AS. Это юрисдикция Эстонии. Там страховая сумма до 20 тысяч евро. Но большинство счетов все-таки сейчас мы открываем непосредственно в Admirals Markets UK, потому что она интереснее. Гораздо с точки зрения лицензии и защищенности. Там идет до 50 тысяч фунтов стерлингов. Поэтому данную операционную компанию и имеет смысл выбирать. То есть здесь ее может выбрать житель любой страны. Здесь нет ограничений. Это и Россия, и Украина, и страны СНГ. Данные типы счетов, они доступны. У меня по вводным вопросам все. В конце я также еще подключусь на несколько минут. Кира, если вы готовы, то выходите в эфир, и я буду передавать уже слово вам, чтобы мы смогли узнать уже более подробно о том, что такое price action, как его торговать, и какие особенности у него есть. Роман, всем привет, добрый вечер. Напишите, пожалуйста, плюсик. Спасибо большое, Роман. Спасибо, замечательно. Вот, видите, вас уже, друзья, даже не нужно просить подать сигнал, вы уже все сами знаете. Замечательно. Все, я поняла, что меня видно и слышно. Так, сейчас я подключаю более мощный микрофон, и надеюсь, что качество звука должно улучшиться. Замечательно. Друзья, я коротко представлюсь. Меня зовут Кира Юхтенко, я главный редактор портала для трейдеров, инвесторов InvestFuture. И с компанией Admiral Markets мы для вас, вот, начиная с осени 2017 года, проводим такой вот партнерский цикл вебинаров. Сегодня у нас последнее, заключительное, десятое занятие из нашего цикла, мы в некотором роде, во-первых, будем подводить итоги, и я очень хотела бы сегодня постараться скомбинировать для вас все основные вещи, которые мы уже успели обсудить на наших занятиях, и немножко больше внимания уделить практическим вопросам. Мы будем сегодня смотреть на графики достаточно много и обсуждать увиденное. Тема нашего сегодняшнего занятия – price action, искусство торговли без индикаторов, но я постараюсь не слишком много времени тратить на теорию, поэтому давайте без лишних растеканий мыслью по древу я практически вот сразу перейду к презентации, к моей небольшой, потом уже перейдем в метатрейдер и будем с вами обсуждать то, что мы видим на графиках. Сразу оговорюсь, чтобы у нас с вами получилась слитная беседа, пожалуйста, вопросы, если они не срочные, то вы их, пожалуйста, запоминайте и задавайте в конце нашего занятия, чтобы мы не перескалькивали с одной темы на другую. Ну и запись вебинара, еще раз повторю, будет на YouTube-канале компании Admiral Markets. Ссылку вы можете увидеть в нашем чате, Роман ее нам только что скинул. Отлично. Итак, друзья, что такое вообще price action? В переводе с английского языка термин означает движение цены и, собственно, это многое объясняет. Price action – это стратегия торговли на основании движения цены без применения индикаторов, как правило, и без фундаментального анализа. То есть мы опираемся на то, что мы видим на графике и, исходя из этого, принимаем решение о выборе точек входа в рынок и выхода из него. Система price action состоит из нескольких инструментов. Наиболее интересные из них, на мой взгляд, это торговля по уровням поддержки и сопротивления, торговля на основании свечных моделей и графических фигур. И третье – это торговля на гэпах. Мы с вами сейчас немного поговорим об уровнях, потом мы с вами коротко вспомним, что такое свечные модели. На этом мы не будем слишком подробно останавливаться, так как я напомню, что самое первое занятие из нашего курса как раз-таки касалось комбинации японских свечей. И на YouTube-канале компании Admiral Markets вы как раз найдете этот вебинар, и если хотите в эту тему уйти глубже, то я вам рекомендую его посмотреть. Но, тем не менее, коротко мы сегодня вспомним о том, что такое свечные модели, и затем потратим некоторое время на обсуждение гэпов. Вот эту тему в рамках нашего курса мы еще не успели затронуть, и все-таки я хотела бы вам эту информацию дать, чтобы у нас была некая законченность. И потом уже будем смотреть графики, обсуждать то, что мы видим. Поехали. Ну, коротко, как я и обещала, говорим об уровнях. Что такое у нас уровни поддержки и сопротивления? Это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок в достаточном количестве для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Поддержка у нас располагается снизу, сопротивление у нас располагается сверху. Для того, чтобы не мучить вас с только определениями, я привела пример на этом графике. Ну вот, давайте начнем. Сначала, допустим, было у нас некое движение цены, потом была просадка, потом после этой просадки довольно быстро продавцов сменили покупателей и актив выкупили. Какой актив, неважно. Мы сейчас рассуждаем исключительно с точки зрения того, просто что мы видим на графике. Актив выкупили, соответственно, у нас здесь образовался некий минимум. Это у нас называется локальный минимум. То есть вот то, где цена недавно была и откуда ее выкупили. Затем она пошла в рост, здесь у нас нарисовался локальный максимум. Потом мы пошли корректироваться. И уже когда рынок предпринял новую волну снижения, он дошел до вот этого нашего локального минимума и у этого минимума остановился. Почему? Потому что уже у рынка был такой достаточно свежий опыт. Рынок понимал, что на этой отметке, скорее всего, усилится давление со стороны покупателей, со стороны быков, которые попытаются выкупить актив, так как они предположат, что эти уровни достаточно дешевые для того, чтобы открыть длинные позиции. И вот таким образом, опираясь на свой собственный опыт, те, кто оказались достаточно прозорливыми, на этих уровнях вышли из своих, например, коротких позиций или наоборот купили. И вот за счет того, что у нас был здесь первый раз локальный минимум, потом у нас на этом уровне еще и второй раз откупили актив. За счет этого у нас здесь образовался сильный уровень поддержки. Внизу такой своеобразный пол для цены. Затем цена пошла наверх и дошла до некоего другого определенного уровня. Один раз от него отскочила, второй раз третий. Мы видим здесь вот три таких вершины небольших. И таким образом, за счет того, что несколько раз мы от одного и того же уровня отбились, у нас здесь сформировалась область сопротивления или уровень сопротивления. Ну и вот, собственно, дальше на графиках также мы можем увидеть, да, то есть здесь вот тоже была некая торговля в боковом диапазоне, и мы никак не могли пробить вот этот уровень определенное время. Но все-таки цена его преодолела, прорвалась наверх. Раньше был у нас это уровень сопротивления, затем уже, когда мы прорвались наверх, он превратился в уровень поддержки. Вот так это работает. Так у нас выглядят, собственно, уровни поддержки и сопротивления на любом графике. Как они образуются? Как определить вот эти сильные уровни? Вариантов несколько. Во-первых, локальные минимумы и максимумы – это то, как раз о чем я только что говорила. Во-вторых, трендовые линии. Что такое тренд? Я надеюсь, что вы помните, но на всякий случай я еще раз напомню, что тренд у нас – это движение цены в определенном направлении. Если цена у нас растет, то тренд называется бычий или восходящий. Если цена у нас снижается, то тренд называется медвежий или нисходящий. И, соответственно, если у нас есть последовательность из двух растущих максимумов и двух растущих минимумов тренд восходящий. Если есть последовательность из двух снижающихся максимумов и минимумов, то тренд нисходящий. То есть, грубо говоря, нам нужно, чтобы у нас было две последовательных точки. Если вторая точка выше первой, то мы можем соединить их линией. Вот это у нас уже и получится трендовая линия. Ну или наоборот. Если там вторая, соответственно, ниже, то мы тоже можем провести линию, получится у нас там уже нисходящая трендовая линия. Как рисовать трендовые линии, мы с вами на графике сегодня еще немножечко повспоминаем. Ну и третий вариант определения уровней, сильных уровней по стратегии price action – это психологические уровни, то есть так называемые круглые нули. Это касается, ну вот, например, из актуальных примеров рынка нефти. Мы сейчас доходили до отметки в 70 долларов за баррель. Мы даже поднялись немножко повыше. Но вот вроде бы там 69,5 еще было нормально. А когда мы стали тестировать отметку в 70 долларов за баррель, многие участники рынка уже задались вопросом. А не является ли это слишком дорогой ценой? Потому что, ну, 70 – это уже психологически не 69. Это вот примерно как в магазинах нам часто выставляют цену, там, цену 999 рублей, 99 копеек. Вот здесь примерно то же самое. Когда рынок подходит к сильному круглому уровню, он задается вопросом, не слишком ли это дорого или не слишком ли это дешево. И зачастую от таких круглых нулей мы откатываемся. Иногда это просто небольшая коррекция перед тем, как взять этот уровень. Иногда это и вовсе может быть разворот цен. Это уже зависит от других факторов, это уже определяется другими методами анализа. Это я вам напомнила про уровни поддержки и сопротивления. Теперь переходим коротенько. Да, все верно, Алекс пишет, что бренд поднимался и выше. Это вполне возможно. Но только как мы видим, пока по текущей обстановке, вот тот подъем, который мы наблюдали, пока это больше похоже на ложный пробой сильного уровня. Потому что мы поднимались выше, там были какие-то у нас колебания. Ну и казалось бы, были какие-то фундаментальные новости, которые это подкрепляли, но мы видим, что они оказались недостаточно существенными. Потому что по рынку нефти сейчас в первую очередь в фокусе внимания игроков находится история, связанная с сланцевыми производителями, с ростом их активности, с прогнозами Международного энергетического агентства ОПЕК по поводу того, что в 2018 году Америка может существенно нарастить добычу нефти. Мы видим, что растут буровые установки, и мы видим, что в общем и целом американцы действительно пользуются дорогими ценами на нефть, чтобы активизировать свое производство. Это вот такой долгосрочный фактор, который, в принципе, нам и не позволяет дальше расти. Потому что инвесторы понимают, что если цена поднимется выше, то, соответственно, американцам будет выгоднее производить еще больше. Это что касается нефтяного рынка, небольшое отступление. Ну, а мы, друзья, значит, с вами поговорили про уровни. Теперь мы переходим к японским свечам. Коротко напоминаю вам структуру японской свечи. Японская свеча – это у нас метод шифрования информации о том, как изменялась цена на протяжении одного определенного периода времени. В японской свече у нас может быть закопана информация о том, как торговался рынок один час, одну минуту или один месяц. Ну, или, в общем-то, есть и другие таймфреймы, я просто привела примеры. Одна японская свеча содержит в себе информацию о четырех ценах. Это максимум, минимум, цена открытия, цена закрытия. Традиционный вариант графического отображения японских свечей – это у нас красно-зеленая расцветка. У нас свеча имеет зеленый цвет. Смотрите, если она у нас открылась на определенном уровне, потом как-то она в течение этого периода торговалась, это может быть час, это может быть неделя, это может быть месяц, что угодно. Нам это в данный момент не важно, нам важно просто это именно как метод передачи информации, шифрования информации. И, соответственно, открылись, как-то торговались, у нас был максимальный уровень за этот период, у нас был минимальный уровень за этот период, но самое главное, что закрылись мы, вот она, цена закрытия, выше, чем мы открылись. То есть, соответственно, цена за этот период выросла. Если цена выросла, то свеча у нас окрашивается в зеленый цвет. Далее. Медвежьи свеча – это обратная история. Мы открылись на определенном уровне, как-то торговались, был максимум, был минимум, закрылись мы ниже, чем мы открылись. То есть если это произошло именно так, то свеча у нас окрашивается в красный цвет. Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия у японской свечи называется телом свечи. Все, что находится за пределами тела, то есть вот эти вот хвостики, когда цена доходила до максимумов и минимумов, у нас называются тенем японской свечи. Графики японских свечей вообще считаются наиболее подходящим для проведения графического анализа, потому что он содержит в себе много информации. Кроме того, японские свечи очень удачно комбинируются в свечные модели. Когда у нас собирается там 2-3 свечи, и определенная комбинация свечей на протяжении истории уже много раз показывала себя эффективной. То есть вот увидели мы такую комбинацию свечей, и говорим себе, что с большой долей вероятности рынок пойдет вот в этом направлении. Потому что есть уже такая закономерность, есть у финансового рынка привычка, скажем так, реагировать на появление вот такой комбинации свечей движением именно в этом направлении. Свечных моделей бывает у нас огромное количество, мы ни в коем случае не собираемся сейчас рассматривать все из них. Я просто приведу вам пару примеров. Это как раз вот для тех, кто у нас поставил единичку в чате, кто на нашем занятии в первый раз. Ну и также для тех, кто был и на первом занятии самым, но уже успел все забыть. Это тоже возможно. Вспоминаем несколько наиболее популярных свечных моделей. Ну вот начнем с молота и повешенного. Молот и повешенный. Это такая история, когда у нас на рынке был определенный тренд. Давайте начнем с молота. Вот он. Рынок снижался. Потом у нас образовалась свеча, у которой маленькое тело. Да, видим вот этот зеленый кусочек, очень маленький, но при этом длинные тени. Вот он такой хвост снизу. Длинная нижняя тень. Это говорит о том, что рынок по инерции попытался продолжить движение в направлении, которое, собственно, уже было у нас до этого заложено, но, тем не менее, что-то пошло не так, и в данной ситуации продавцы сбавили свое давление на рынок и уступили место покупателям. То есть, несмотря на то, что была попытка продавить цену ниже, у продавцов это не получилось. В итоге получилась вот такая вот сейчас длинная нижняя тенью и маленьким телом. Цвет тела фактически не имеет значения. Чем длиннее у нас тень, тем, соответственно, сильнее сигнал, который мы получаем. И далее, после этого у нас с большой долей вероятности может произойти разворот цены наверх. Но нам всегда нужно подтверждение. То есть, формирование одной такой японской свечи недостаточно для того, чтобы говорить, что тренд завершился, и рынок разворачивается в определенном направлении. Нет. Нам необходимо, чтобы все-таки у нас появились следующие тени, и чтобы они у нас появились в направлении противоположным предыдущему тренду. То есть, после медвежьего тренда, чтобы у нас образовался тренд бычий. И нам нужно, чтобы одна из следующих свечей за молотом закрылась выше, чем открывалась у нас свеча, которая молоту предшествовала. То есть, вот этот уровень. И нам нужно, чтобы рынок закрылся выше вот этого уровня. В нашем случае у нас заняло, получается, 1, 2, 3 японских свечи, чтобы все-таки преодолеть вот этот уровень цены открытия свечи, которая предшествовала молоту, и подтвердить разворот рынка наверх. Так у нас формируется свечная модель молот. Справа на графике у вас модель повешенной. В общем-то, все то же самое, но наоборот. Был растущий тренд, потом он сменился на тренд медвежий. Не задерживаемся, проходим дальше. И вспоминаем, что у нас такое модель звезды. У нас может быть с вами вечерняя звезда, а может быть утренняя звезда. Начинаем с утренней звезды. Был у нас нисходящий тренд, он у меня здесь не прорисован, но тем не менее. Затем у нас с разрывом, с гэпом, о том, что такое гэп, чуть попозже, но в двух словах у нас вот здесь вот была цена закрытия предыдущей свечи, а за ней образовалась еще одна свеча, у которой цена открытия и закрытия совпали. То есть у нее тела нет. Такую свечу мы называем дожи. Это одна из разновидностей японских свечей. И что для нас важно, что вот здесь вот у нас цена закрытия предыдущей свечи, а вот здесь вот у нас цена открытия свечи, которая за ней последовала. И между ними есть разрыв. Пересекаются тени, но тела не пересекаются. Это называется гэп. Подробнее о гэпах говорим чуть позже, буквально через несколько минут. И вот формирование такой модели и называется звезда. Суть этой модели в том, что свеча открывается с гэпом, имеет очень маленькое тело. То есть либо оно минимальное, либо его вообще нет. Если его вообще нет, то это у нас называется дожи. И свеча 2 не пересекает тела свечи 1 и 3. Далее за ней формируется мощная зеленая свеча. И когда, точно так же, как и в молоте повешенном, нам требуется здесь подтверждение. Когда у нас появляется свеча, которая закрывается выше, чем цена открытия предыдущей свечи, то мы считаем эту формацию подтвержденной. Это у нас утренняя звезда дожи. Есть еще вариант, который у нас называется брошенный младенец. Это примерно то же самое, что и утренняя звезда. Но здесь у нас не пересекаются даже тени. Видите? То есть этот младенец, он и вовсе отброс, отброс, отброшен вниз. Не пересекаются даже тени со свечами 1 и 3. И, соответственно, вот такая красивая японская метафора брошенный младенец, такая вот покинутая всеми соседями свеча. Этот сигнал считается даже более сильным. Так вот у нас выглядит свечная модель звезда. Это утренние звезды, утренняя звезда дожи и, соответственно, брошенный младенец, но он тоже дожи. Вечерняя звезда абсолютно аналогичная, но зеркальная ситуация. это вечерняя звезда дожи, и, соответственно, брошенный младенец тоже, это вечерняя звезда, ее разновидность. Ну и третья свечная модель, на самом деле она моя, наверное, даже самая любимая, потому что, на мой взгляд, она встречается, наверное, чаще всего, и она действительно является очень информативной. Такая свечная модель у нас называется поглощение. Оно может быть у нас бычье, оно может быть медвежье. Ситуация абсолютно аналогичная, был у нас ярко выраженный тренд, потом образовалась свеча, ну вот, цвета тренда с относительно небольшим телом, а затем за ней последовала свеча с огромным телом, которое ее как бы поглотило. Это называется бычье поглощение. Медвежье поглощение – обратная ситуация. Был восходящий тренд, образовалась свеча с небольшим телом, а зачем за ней последовала свеча с огромным уже телом, и, соответственно, поглотила ее и дала сигнал о том, что силы на рынке перешли под контроль уже теперь продавцов. Вот это вот, друзья, был у нас пример наиболее популярных свечных моделей. Поставьте мне просто какой-нибудь сигнал в чатике, что все нормально и что, в общем-то, информация релевантна для вас. Все слышно, видно, все понятно, да? Отлично, спасибо. Хорошо, замечательно. Прошу прощения. Хорошо, ну, это мы с вами, значит, вспомнили, что такое свечные модели. Еще раз напомню, первое занятие из нашего цикла посвящено полностью комбинациям японских свечей. Если эта тема вас интересует, вы хотите ее покопать поглубже, то, пожалуйста, переходите туда. Я думаю, что я даже еще скину потом ссылку на наш первый вебинар. И изучайте внимательно, да? Потому что, конечно, эта тема большая, глубокая. Она, в принципе, не сложная, просто нужно запомнить несколько свечных формаций, чтобы потом, когда вы видите их на графике, вы уже определяли их скорее интуитивно. Здесь не так важно запомнить конкретные названия, здесь важно просто понять логику торговли рынка, и, в общем-то, будет вам уже намного легче работать. Ну, и теперь вот мы переходим к теме гэпов. Она у нас свеженькая, абсолютно. Итак, гэп, друзья. Я уже, в общем-то, вкратце описывала, но давайте еще разочек. Гэп по-другому, от английского слова «гэп» – разрыв. Если вот были в Великобритании, то у них в метро можно встретить такой значок «Mind the gap», да, то есть опасайтесь разрыва между платформой и поездом, чтобы, не дай бог, нога туда не попала, и ничего плохого не случилось. Вот это как раз тот самый гэп. По-русски называется «разрыв», «пробел», «окно». В общем-то, вариантов достаточно много. Это все означает примерно одно и то же. Гэп – это разница между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия следующей свечи. Как правило, на рынке Форекс гэпы образуются после выходных. Да, Роман, спасибо за видео. Гэпы на рынке Форекс, как правило, образуются после выходных, если за выходные с рынком происходит что-то, что меняет его отношение к рыночной ситуации. Что это может быть? Это может быть, например, какое-то политическое событие. Очень часто у нас разнообразные выборы, разнообразные референдумы проходят именно в воскресенье. То есть таким образом в пятницу у нас рынок закрылся по одной цене, а потом в понедельник утром трейдеры вышли на рынок и поняли, что, в общем-то, ситуация очень резко изменилась. Мы такие вот огромные гэпы могли, например, наблюдать после победы Дональда Трампа на выборах в США в наибриде 16-го года, когда этого никто не ожидал. Это было абсолютным сюрпризом. И, конечно, такой расклад привел к образованию гэпов. Потому что цена, которая оказалась по доллару нормальной в пятницу вечером, в понедельник она уже была ненормальной. И, соответственно, ордера просто не пересекались. По такой цене уже никто не хотел доллар покупать. То есть это перевес в ордерах, которые накопились на рынке за выходные, как правило. Хотя, на самом деле, гэпы иногда образуются у нас и вполне будние дни. Но это, опять же, связано с выходом какой-то статистики, когда рынок быстро-быстро поменял свое отношение и уже не готов работать по старым ценам. Предполагается, что мы считаем гэпом разрыв не менее 10 пунктов. То есть все, что меньше, это считается такая какая-то, в общем-то, довольно несущественная информация. А чем больше гэп, тем, в общем-то, он интереснее для работы с ним. Есть два подхода. Одни аналитики считают гэпом, считают, что для того, чтобы называть некий разрыв гэпом, у нас не должны пересекаться тела свечей. Другие же считают, что нужно судить еще строже и не пересекаться должны и тени свечей тоже. Но, в принципе, можно выбрать вполне даже и либеральный подход, то есть который заключается именно в том, что не должны пересекаться тела японских свечей. Почему? Потому что, на самом деле, все зависит от того таймфрейма, на котором мы смотрим. То есть, если мы, например, смотрим на дневном графике, мы видим, что тени пересекают, тела не пересекают, то, скорее всего, мы спустимся на график H4, и там мы с большой долей вероятности увидим, что там уже у нас может быть разрыв полноценный, без пересечения теней. Что еще? Есть у нас золотое правило, которое заключается в том, что ГЭПы у нас, как правило, стремятся к закрытию. То есть это значит, что... Это значит, что... Если у нас образовался ГЭП, то, как правило, рынок... Вот увидела вопрос в чате, думаю, как это сформулировать правильно. Рынок хочет попробовать, получится его закрыть или нет. Потому что тут, смотрите, какой момент есть. У нас есть несколько разных типов ГЭПов. Мы сейчас об этом будем говорить, и некоторые из них закрываются, некоторые из них, как правило, не закрываются до конца. При этом некоторые ГЭПы у нас говорят о продолжении тренда, а некоторые ГЭПы говорят о развороте тренда. Но как только у нас образовался ГЭП, когда мы видим первую свечу после ГЭПа, мы еще не можем никакие конкретные выводы сделать, потому что это просто дырка. У нас пока нет никакой для нее интерпретации. Для того, чтобы ее интерпретировать, нам нужно посмотреть, нам нужно посмотреть, как будут развиваться события дальше. И вот рынок начинает тестировать, получится ли продавить вот этот ГЭП или нет. И уже дальше от этого именно зависит уже понимание того, какой тип ГЭПа перед нами и как с ним дальше работать. Да, наверное, я не до конца пояснила. ГЭПы стремятся к закрытию. Это значит, что, как правило, если у нас, например, японская свеча открылась с разрывом, то во многих случаях у нас рынок попытается, даже в течение этого торгового периода, то есть, например, там была в пятницу у нас одна цена закрытия, открылись мы в понедельник с ГЭПом, с разрывом. Там тени не пересекаются, да, открылись. Но потом у нас идет ход торгов понедельника. И в ходе торгов понедельника цена у нас меняется. И, как правило, у нас появляются участники рынка, которые хотят попробовать вернуть цену к исходным значениям, потестировать, как оно прожмется или нет. И вот таким образом за счет этого у нас, как минимум, очень часто все-таки пересекаются тени, потому что мы толкали рынок к цене пятничной, да, тестировали. И дальше вопрос, как мы закрылись? Закрылись мы все-таки тоже с ГЭПом? Или же мы закрылись, например, вернувшись там выше даже пятничной цены? Тогда ГЭП вообще стирается, его не будет. То есть он у нас был, получается, в понедельник на открытии, а в понедельник вечера уже ГЭПа никакого на графике не будет. Ну, может быть, немножко так теоретически пока звучит, но сейчас будем с вами об этом разговаривать. У нас есть четыре типа ГЭПов. Основных пробивной ГЭП, breakthrough gap, ГЭП продолжения, continuation gap, ГЭП истощения, exhaustion gap, и простой ГЭП, или он же common ГЭП. Простой ГЭП, сразу оговорюсь, это у нас история такая довольно неопределенная и довольно, на мой взгляд, бесполезная. Но это просто некий разрыв, который на рынке появляется, но никакой информации он нам не несет, мы его особенным образом как-то интерпретировать не можем. А вот про первые три типа хотелось бы сейчас с вами чуть-чуть поподробнее поговорить. Первый тип ГЭПа – пробивной ГЭП, breakthrough gap. Вот даже молоток нам добавила на график, чтобы у нас выстроились ассоциации и лучше запомнилось. Breakthrough или breakaway еще он называется на английском иногда. Такой ГЭП у нас возникает, как правило, после того, как у нас завершилась некая графическая модель или завершился некий тренд, или завершилась некая фаза консолидации. И такой ГЭП говорит о том, что у нас с вами зародился новый тренд. Как правило, появление такого ГЭПа сопровождается повышением объема торгов. Об объемах торгов, друзья, мы с вами говорили на вебинаре две недели назад, основу анализа мы разбирали. Вот вы видите пример такого ГЭПа перед собой. Смотрите, вот здесь у нас была такая вот некая боковая формация. Это можно назвать треугольником, в принципе, если исходить из понятия графического анализа. Была такая вот некая формация, рынок находился в фазе консолидации, четкого ярко выраженного тренда не было. Затем фигура достроилась, и рынок, похоже, довольно длительное время за этой фигурой наблюдал. Мы видим, что да, была фаза консолидации, рынок отдыхал, рынок брал передышку, рынок формировал вот такой вот треугольник. И когда инвесторы почувствовали, что, похоже, формирование треугольника завершилось, и особенно если для этого появились какие-то еще фундаментальные основания у рынка, то есть, например, какие-то события произошли, которые заставили поверить в то, что валютная пара будет расти. И таким образом у нас следующая свеча открылась вот с таким огромным разрывом. То есть, рынок таким образом считал графические сигналы и решил не терять времени на то, чтобы торговаться по слишком низким ценам, а сразу рванул наверх и стал торговаться по ценам высоким. У нас образовался пробивной гэп, который ознаменовал начало нового восходящего тренда. Ну, немножечко, конечно, у меня кривовато, но, в общем и целом, я думаю, что вам понятно. То есть, была фаза консолидации, потом образовался гэп, потом мы рванули наверх и уже нарисовали новый восходящий тренд. Этот гэп не был закрыт. И такое довольно часто происходит с пробивным гэпом. То есть, он остался в полноценном образом на графике. И цена, как мы видим, перед тем, как войти в этот восходящий тренд, больше не возвращалась вот к этим уровням. Вот в эту дырку цена больше не заходила. Дырка осталась дыркой. Вот еще один пример пробивного гэпа, пожалуйста. Боковой диапазон. Была линия сопротивления. Была линия сопротивления, от которой мы долгое время отбивались. Затем появилась сильная здесь растущая свеча. Вот она, черно-белая расцветка. То, что белое, то у нас равно зеленый. В классическом раскрасе. И, соответственно, мы закрылись выше линии сопротивления. Потом какая-то была небольшая свеча, дожеобразная. Потом что-то с рынком произошло, мы не знаем что. И сформировался вот такой вот пробивной гэп. Вот он, разрыв. То есть цена закрытия этой свечи не совпала с ценой открытия этой свечи. И, кроме того, даже тенями мы этот гэп не закрыли. То есть на этих торгах у нас не было проталкивания цены ниже. Она не касалась теней вот этих предыдущих свечей. Это говорит о том, что гэп остался не закрытым. И далее, в течение следующих торговых дней, гэп также не закрылся. Цена пошла в рост. То есть таким образом у рынка просто коренным образом изменилось настроение, и он прорвался наверх. Следующая разновидность гэпов – это история фактически обратная. Это так называемый гэп истощение, или он же exhaustion гэп. Такой гэп, как правило, формируется в конце тренда. То есть рынок у нас, давайте посмотрим на примере, рынок у нас рос-рос, рос-рос, все было с ним хорошо, был уверенный, восходящий тренд. Потом была у нас попытка последнего такого мощного роста, посмотрите на свечу. И затем рынок следующей торговой идеи открыл с гэпом наверх. Но здесь у нас произошла ситуация следующая. Через буквально несколько торговых периодов у нас цена пошла на снижение. И мы начали закрывать этот гэп. Вот он, да, он закрылся. И более того, мы довольно быстро сумели вернуться снова ниже вот этих вот наших уровней, ниже вот этих наших локальных максимумов. И когда мы закрепились ниже этих уровней, когда у нас сформировалось уже несколько японских свечей, которые закрылись ниже вот этого уровня, да, ниже вот этого основания гэпа, мы уже поняли, что гэп у нас закрылся, причем закрылся быстро, и что рынок не собирается возвращаться выше него. Это говорит о том, что гэп был закрыт, и фактически он был стерт. Его значение для рынка заключалось только в том, что мы вот за счет вот того, что мы наблюдаем эту формацию, мы таким образом получили подтверждение того, что у нас здесь вершина. А это был такой вот последний, то, что называется, прыжок дохлой кошки биржевым лексиконом. Dead cats bounce на английском языке. Когда мы пытались чуть-чуть вот еще как-то, может быть, продавить все-таки потолок, но нет, не получилось. Вот это называется у нас гэп-истощение. Это тоже довольно распространенная история на графике. И третья категория, так называемое гэп-продолжение. Стабильный тренд, и постепенно спрос на актив начинает расти. И это, кстати, история, которую мы могли довольно часто сейчас наблюдать на графике криптовалют, биткоину, трипл, да, там все-все-все самые основные криптовалюты. В ноябре-декабре очень часто показывали нам гэп-продолжение, потому что маховик раскручивался. Каждое утро мы во всех СМИ, вместо того, чтобы видеть какие-то новости, более привычные видели новости о том, как изменилась цена биткоина, эта история накручивалась, было очень много позитивных прогнозов по биткоину, о том, что он будет стоить 100 тысяч долларов и так далее. И, соответственно, новые и новые игроки присоединялись к рынку и покупали. И таким образом очень часто бывало такое, что закрылись мы на одном месте, а утром уже отношение было еще более оптимистичное, еще выше толкается цена. Вот это называется гэп-продолжение, когда просто настолько оптимизм огромный, что рынок не хочет стоять на месте. Он применим как к восходящему тренду, так и к нисходящему тренду. То есть вот здесь у нас пример как раз нисходящий тренд, это акции Apple, там какой-то 2015 год. И здесь как раз-таки вот нисходящий тренд, но он разгонялся, и вот здесь как раз были у нас такие гэпы на нисходящем тренде. Такие гэпы довольно часто закрываются. Закрываются в том смысле, что у них, мы видим, что тени все-таки доходят до уровня, который им предшествует. Вот здесь вот мы видим, что он, в принципе, закрылся. А вот здесь гэп так, в общем-то, и остался незакрытым, потому что не пересеклись полноценно тени. И такие гэпы, как правило, образуются на низких, ну или на стабильных объемах. И, да, вот здесь вот у меня отмечено, что они часто закрываются, потому что цена закрытия предыдущего периода выступает в качестве магнита. Для цены она хочет ее потрогать. Так, друзья, давайте плюсик, если видно, все слышно нормально. Хотя бы один. Благодарю вас. Хорошо. Еще пару общих слов. Все, спасибо, поняла, поняла, все, поняла. Еще пару общих слов о том, как с гэпами работать. Как правило, гэпы истощения и гэпы продолжения бывают закрыты. Цена закрытия свечи предыдущего периода часто выступает для рынка в качестве магнита. Это вот то, что я уже говорила, еще раз повторю. Очень часто хочется потестировать еще раз. Гэп считается закрытым по теням. Все-таки лучше отталкиваться именно от этой установки. Ну и если мы увидели гэп на крупном таймфрейме, спускаемся на более мелкий и проводим уже анализ графический свечной на этих уровнях. Да, потому что там у нас есть больше возможности проанализировать мелкие детали и оценить шансы на закрытие гэпа. Так, друзья, а вот сейчас я переключила на демонстрацию мета трейдера и у меня к вам просьба. Еще одна, еще можно один сигнал, если вы видите, видите, вот, спасибо, замечательно, видите мой экран. Супер, хорошо. Ну вот, друзья, по поводу гэпов. У меня сейчас открыт график пары, спасибо, открыт график пары американский доллар, российский рубль. И давайте на примере именно этой пары вот немножечко поговорим о том, что это все для нас означает. Смотрите, перекрестие выбираю личный инструмент, который позволяет мне показывать. Ну вот, например, да, вот этот гэп, который мы наблюдаем вот здесь, это классический пример гэпа истощения. То есть, давайте я, чтобы вас не смущали скользящие средние, я их уберу, потому что мы с вами сейчас говорим о все-таки безиндикаторном анализе. Ладно, давайте все уберу. Да, все уберу. Вот, чистый график у нас с вами. Это четырехчасовой график, это, ну вот, вот это конкретно, это ноябрь 2017 года. И здесь у нас с вами был уверенный растущий тренд. Вот мы его можем таким образом выделить, да, вот он был у нас растущий тренд. Сверху он у нас тоже был вполне себе растущий тренд. Проводим по максимуму. Вот он. Затем, было его окна вверх. Немножко замерли. Цена закрытия, вот она, да, вот этой свечи. А дальше у нас, пожалуйста, вот цена открытия следующей свечи. И, как я сказала, гэпоистощения довольно часто бывают закрыты. И это как раз-таки и произошло на данном торговом периоде. То есть, посмотрите, цена открытия, да, потом мы торговались, торговались, и рынок пытался продавить вниз. Вот он, да, потому что у нас образовалась вот эта длинная нижняя тень. Рынок пытался продавить вниз, закрылся все-таки выше. Да, то есть в итоге гэп сам по себе остался, потому что цены открытия и закрытия не совпали, не пересеклись. Но он был закрыт при помощи теней свечи. Но вот в этот конкретный момент мы еще пока не можем с вами сказать, что это за гэп. Это может быть абсолютно любая категория. Это может быть хоть истощение, хоть закрытие, хоть просто обычный гэп, хоть это может быть пробивной гэп. Хоть это может быть, в общем-то, даже какая угодная разновидность. Может быть, она и несущественная, может быть, существенная. Поэтому нам нужно дождаться все-таки более полноценной информации. Мы смотрим на следующие свечи. Ну, во-первых, не просто так я провела здесь линию сопротивления, потому что когда у нас образовался вот этот пробивной гэп, мы уже задались вопросом, а не слишком ли высоко мы забрались, потому что мы уже вышли за пределы линии сопротивления. Уже возникает вопрос, не слишком ли рынок перекуплен. И поэтому потом, когда гэп начал постепенно закрываться, и у нас образовались вот эти три красных свечи, и наиболее информативной здесь была вот эта третья, когда мы, ну, фактически уже полностью доказали, что мы закрылись в итоге ниже, чем у нас вот здесь вот была цена закрытия предшествовавших гэпу моделей. И после этого мы вернулись в канал и фактически получили подтверждение того, что это было гэп истощение, потому что эта тенденция развития не получила. И, соответственно, у нас вот как раз этот гэп истощение нам и предоставил сигнал о том, что можно открывать новые короткие позиции. А далее, смотрите, за ним сразу последовал еще один гэп. И это уже другой тип гэпа, который нам с вами уже знаком. Это гэп продолжения, потому что здесь у нас уже сформировался микротренд небольшой. А затем здесь у нас снова, видите, не пересекаются тела, потому что вот у нас была цена закрытия вот этой свечи, да, предыдущей, а вот цена открытия, и они довольно сильно разорвались. Хотя это может быть визуально и не так наглядно, как предыдущий гэп, но, тем не менее, это имело место быть. И мы снова пошли на снижение, да. Мы развиваем, ускоряем наш тренд. То есть появление вот этого гэпа стало для нас сигналом того, что рынок собирается разгоняться в направлении уже выбранного тренда. А вот здесь у нас образовался так называемый пробивной гэп. Но большого развития эта тенденция не получила, и это тоже бывает. К простым гэпам, друзья, я бы отнесла образование вот таких вот формаций. Смотрите, да здесь у нас такой был боковой диапазончик. Ну, как-то вот так вот он выглядит. Сейчас это я снесу. Был у нас здесь вот такой... Давайте даже, наверное, мы его просто вот так подчеркнем. Не буду линии наклоненные рисовать. То есть я просто хочу объяснить, что у нас был диапазон, в котором мы как-то вот так вот торговались довольно узко. Это я примерно просто его выделила. Торговались узко, потому что волатильность маленькая. Да, вот свечи с маленькими телами. И в этом диапазоне, посмотрите, у нас образовалось несколько гэпов. Это вот и есть совершенно простые обыкновенные гэпы, которые никакой конкретной информации для нас в данной ситуации не принесли. Ну, разорвались и разорвались. За счет того, что была очень маленькая волатильность, появление таких гэпов фактически не является критическим и какой-то судьбоносной информацией для нас не несчет. Просто, ну, вот такие способы формирования японских свечей. Только и всего. Вот еще один гэп истощения. Гэп продолжение. Гэп истощение. А вот здесь вот, друзья, мне хотелось бы попросить ваше внимание на то, что вот здесь у нас образовался классический пробивной гэп. То есть у нас был здесь боковой диапазон. Рынок консолидировался. Мы видим, что были узкие японские свечи с маленькими довольно телами. Затем начала возрастать волатильность. И потом мы открылись с существенным разрывом. То есть вот у нас цена закрытия. А вот у нас цена открытия следующей свечи. И открылись мы с разрывом наверх. И образовали вот такую мощную, сильную свечу. Вот так выглядит пробивной гэп классический. То есть мы вышли из бокового диапазона. И чтобы не терять времени, мы открылись сразу выше. Еще один пример пробивного гэпа, пожалуйста. Была линия сопротивления, мы ее прорвали. И быстро стали развиваться наверх. Быстро, не теряя времени. Гэп продолжение. Ну, в общем, вот такие вот привела я вам несколько основных примеров. У нас на доллар-рубле вообще, конечно, в плане гэпов намного больше есть информации. Это связано с особенностью торгов данной пары. Но и не только на ней гэп образуется. Потому что, например, вот сейчас перед вами график пары. Например, австралийский доллар, американский доллар. Пожалуйста, вводите гэп истощение. Ну, и, в общем, примеров можно найти очень и очень много. С гэпами мы всегда работаем обязательно в комбинации с свечными моделями, трендовыми линиями, графическими фигурами. И, кроме того, можно добавлять некоторое количество индикаторов. Например, можно пользоваться индикатором RSI, чтобы попытаться понять, насколько рынок в настоящий момент является перекупленным или не является. То есть, если рынок уже перекуплен в тот момент, когда образуется гэп, например, на растущем тренде, то можно предположить, что это будет гэп истощение. А если, например, рынок находится в здоровом состоянии, то это может быть гэп продолжение, это может быть гэп разгона тренда. Вот. Ну, это вот о гэпах я все основное рассказала. В принципе, у меня с моей теоретической частью закончено. Если какие-то вопросы хотите задать, пишите. Ну, и я хотела предложить вот в интерактивном таком режиме, например, провести графический анализ по паре, ну, вот, самой нашей популярной евро-американский доллар, например. Как вам такой вариант? Если такой вариант вас интересует, то, если хотите, вот, да, по евро-доллару посмотреть при помощи всех инструментов, которыми мы уже владеем, и, соответственно, таким образом и инструменты использовать, и заодно перспективу пары обсудить. Если интересно, поставьте, ну, вот, единичку, поставьте в чате, да, и мы тогда этим и займемся. О, вижу, есть спрос. Ну, сетка на любителя, ну, давайте уберу. Отлично, хорошо, хорошо. Итак, друзья, перед вами пара евро-американский доллар. Начнем с месячного графика. И давайте посмотрим в перспективе более-более долгосрочной. Если говорить о том, что мы с вами видим на месячном графике, то я бы хотела обратить ваше внимание на то, что у нас здесь уже на протяжении нескольких лет формируется разворотная фигура. Фактически стало понятно, что эта фигура разворотная только в прошлом году. Смотрите, вот здесь у нас есть с вами ключевой уровень сопротивления, который у нас вот таким образом располагается. Вы понимаете, что все уровни, конечно, поддержки сопротивления, они будут довольно приблизительными. Потому что, ну, вот здесь вот мы можем его... Ой, чуть-чуть подвисает. Можем его поставить там чуть-чуть повыше, можем поставить чуть-чуть пониже, но примерно вот здесь он будет располагаться. Да, сейчас я его прочертила там вот по этому примерно максимуму. То есть вот он у нас здесь проходит. Первый раз мы от него отбились, потом еще один раз мы от него отскочили, потом мы все-таки его пробили, протестировали, как полагается, откупили, теперь это уже уровень поддержки, и пошли в рост. И таким образом, вот после того, как у нас образовалось вот это вот движение, после того, как мы пошли в рост, то есть фактически как раз текущий месяц и стал ключевым в том, что касается долгосрочного анализа пары евро-доллар. И вот эта свеча, вот эта вот последняя, как это называется, палка, на жаргоне, подтвердила тот факт, что все, что у нас было до этого, являлось разворотной формацией. Это у нас формация двойное дно. Вот у нас первое дно, вот у нас второе дно. И вот линия шеи этой формации, которая все-таки была пробита, протестирована потом, да, и затем рынок начал развивать более долгосрочное движение. Здесь у нас, в той области, в которой мы сейчас располагаемся, отметка 1.24, у нас с вами есть целый ряд долгосрочных минимумов, которые выступают для нас сейчас в качестве уровня сопротивления. Поэтому здесь нужно придерживаться большой осторожности в настоящий момент времени. Я считаю, что уже последние недели две евро-доллар, конечно, сильно перекуплено, и требуется нам коррекция вниз. Мы говорили об этом вот еще две недели назад, и я по-прежнему не меняю своего мнения. Я думаю, что в ближайшие там вот несколько еще недель все-таки мы увидим более глубокую коррекцию. Посмотрите на эту череду уровней. От нее, конечно, требуется откат. И есть у нас уже перекупленность, это видно на индикаторах на более младших таймфреймах. Но, тем не менее, если говорить о долгосрочных перспективах, наличие вот здесь двойного дна с технической точки зрения открывает нам дорогу для роста к отметке 1.40, но не завтра, ну а, например, на протяжении 2018 года. 2018-2019 год. А если говорить о долгосрочных перспективах, то евро действительно выглядит в целом сейчас технически по быче. Дальше спускаемся на недельный таймфрейм. Видим, что у нас здесь целая череда растущих зеленых свечей, которые никак не корректировались. Поддержка локальная у нас сейчас располагается на отметке 1.21. И, в общем-то, дальше ниже уже располагается долгосрочная отметка 1.15. На мой взгляд, на отметку 1.21 мы очень даже можем сходить. В феврале. Вот здесь у нас расположится примерно вот так. Сейчас я так прочерчу, потом на более младших таймфреймах попробую подровнять. У нас располагается трендовый канал, в котором мы сейчас находимся. И давайте мы вот так вот сразу построим, чтобы было уже понятнее, да, немножечко. Вот здесь по минимуму построено. И, соответственно, мы сейчас уже находимся достаточно дорого. И у нас 1.21 первая поддержка, и, может быть, даже еще ниже мы будем опускаться в рамках нашего коррекционного движения, которое, на мой взгляд, неизбежно абсолютно. Так, ну вот, как я говорила, да, когда мы начинаем строить каналы на более высоких таймфреймах, у нас иногда получается не очень там ровно, поэтому мы спускаемся ниже, видим, что действительно получилось неровно, и подстраиваем. И подстраиваем, да, по локальным минимумам. Вот так, осторожненько. Подстраиваем. Вот как-то вот, в настоящий момент как-то так это выглядит. И, кроме того, можно еще, например, посмотреть на более мелкую историю. Это вот этот вот наш, наша локальная история. И мы можем ее, например, сделать пунктиром. И, соответственно, наблюдать уже за вот этими движениями, да. Строим обычно по теням. Есть такая вот расширяющаяся формация. Видно, что возрастает волатильность. И, собственно, на геном графике вот здесь у нас была свеча, которая нам намекнула на то, что, возможно, это все-таки был локальный максимум. Да, вот эта длинная тень именно эту информацию нам и предоставила. На мой взгляд, это движение на 1,21 или даже ниже очень-очень логично в текущей концепции. Дальше. Теперь давайте спустимся на график H4. Здесь вот еще мы можем немножко подровнять. Спустимся на график H4. И что мы здесь видим? Да, вот опять же, вот та свеча, на которой я только что показывала, на графике H4, она также у нас выражена. Длинные тени, маленькое тело. Вот такая вот тоже разновидность звезды вечерней, да, которая говорит о закате. Затем за ней следовало мощное такое движение вниз. Ну и в целом, пока у нас ничто не отрицает того, что рынок все-таки будет еще тестировать более низкие уровни, по крайней мере, до тех пор, пока мы не закрылись выше отметки 1,2540. Это наше локальное сопротивление. Пока мы выше этого уровня не закрылись, на мой взгляд, преобладает здесь пока медвежья картина. Смотрите, вот сейчас конкретно на 4-часовом графике у нас образуется свеча, похожая на медвежье поглощение. Как это работает? Это работает так, что у нас была здесь небольшая свеча, а здесь свеча более мощная, которая ее поглощает. Но пока не закрыта эта следующая свеча, мы не имеем права говорить о том, что модель появилась. Нам нужно дождаться закрытия этой свечи и еще формирование следующей за ней. Будем наблюдать, но в целом, на мой взгляд, когда мы закроемся ниже 1,2330, это будет хороший сигнал на продажу, и целиться можно на отметку 1,21. Я бы так открывала сделку. Это не рекомендация, это мое персональное мнение. И таким образом, друзья, мы можем спускаться еще и еще ниже и проводить анализ более и более подробно. Сейчас я спустилась на часовой график и рассматриваю движение цены на часовом графике. Ну вот здесь у нас конкретно гэпов никаких таких нет, ярко выраженных по евро-доллару в настоящий момент. Но зато можно здесь вполне замечательно разойтись с трендовыми линиями, с графическими моделями, с японскими свечами. И таким образом, вот, собственно, таким образом, по такой логике и выстраивается у нас работа по price action. Я надеюсь, что я вам в целом проиллюстрировала, как это работает. Надеюсь, что понимание у вас получилось, появилось. Так, Гузель спрашивает, есть ли вероятность, что сделать двойную вершину? А на каком таймфрейме вы имеете в виду? Вот если на дневной, да, посмотреть? Ну, конечно, она всегда есть. Исключать такого нельзя. Но пока у нас, опять же, вот к этому нет никаких сигналов, ярко выраженных. Да, гипотетически возможно, конечно. А, на 15-минутном графике. Гипотетически она может быть даже на 4-часовом. То есть, если мы пойдем, вдруг сейчас все-таки вот эта свеча у нас перерисуется, и мы пойдем в рост, дойдем до сопротивления 1,25-30 и развернемся у него, то это, в общем-то, уже будет шанс на двойную вершину. Ну, опять же, вот линия шеи тогда будет располагаться в районе 1,23-60, 1,23-30. Да, вот это будет ключевой уровень, ну, собственно, как и сейчас. Вот, а если на 15-минутный посмотреть, давайте посмотрим. Если на 15-минутный. Ну, в принципе, некая разновидность двойной вершины у нас здесь уже есть. Если вот так построить шею, ну, вот здесь вот, да, то, в общем-то, здесь пока тоже все очень и очень медвежье складывается. Был восходящий канал, да, вот на пике, в общем-то, и появилась двойная вершина. Вот у нас такой локальный, да, восходящий канал. Пробитый вниз. Вот здесь вот как бы вершинка появилась, и мы, в общем-то, дальше развиваем движение вниз. Здесь пока у нас по целям, ну, вот, локально 1,23-80 вполне себе достигабельная история. Вот так вот. Так, вот вопрос у Ирины про объемы. Я боюсь, что пока, наверное, про объемы мы поговорить не успеем. Может быть, как-нибудь в другой раз. Вот. Друзья, ну что, уже 20-20, уже пора нам заканчивать. Роман, я думаю, что я уступлю вам микрофон. Надеюсь, друзья, что было полезно. Если действительно было полезно, то вы обязательно заходите на канал Адмирал Маркетс, подписывайтесь на YouTube канал Адмирала. и смотрите другие видео, если вы что-то пропустили, потому как полезной информации у моих коллег очень и очень много на канале. Спасибо вам большое за отзывы, друзья. Спасибо. Ну, и вообще спасибо за то, что были с нами на этих всех занятиях. Мне было с вами очень приятно работать. Я напомню, что меня зовут Кира Юхтенко. Я напомню, что я главный редактор портала для трейдеров InvestFuture. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы можете мне добавить ВКонтакте и их там изложить. На вопросы я отвечаю, как правило, не быстро, но в течение нескольких дней, недели я добираюсь за почту, так что можно эти вопросы мне задать. Все. Роману передаю микрофон. Спасибо всем. Всем пока. Удачи. Берегите себя, свои депозиты. До новых встреч. Всем пока. Спасибо большое, Кира, за вновь интересный вебинар. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся на вебинарах подобного формата. Ну, коллеги, пока еще не расходимся. Для тех, кто присоединился к нам чуть позже, я хочу напомнить, что запись видео обязательно будет. Она будет добавлена на YouTube-канал Admiral Market. Сейчас я приложу вам ссылку, чтобы вы смогли ее сохранить. И еще один приятный момент для всех участников наших образовательных вебинаров, которыми я сейчас скажу, пока все еще не разошлись. Коллеги, я напомню, что в рамках наших образовательных программ у нас был введен новый тип счета, да, можно его назвать так, учебный счет, который дает вам возможность совершить первые сделки на финансовых рынках, не рискуя фактически своими деньгами, своим депозитом. Он называется учебный счет, да, у него такое название, но это не демо-счет, да, то есть важно с этим его не путать. Это счет, с которого вы прибыль, которую сможете получить, работая по этому счету, сможете перевести на ваш реальный счет. Сейчас я несколько слов расскажу о том, как его получить, и если у вас какие-то вопросы после возникнут, я обязательно на них отвечу, ну, либо напишите на почту, мы обязательно с этим поможем. Так вот, для того, чтобы получить учебный счет, что необходимо? необходимо написать на почту support.ru собака-адмирал-маркес.ком. Сейчас я ее скопирую и напишу сразу же в час, чтобы вы смогли ее сохранить и, собственно, не теряя времени написать, потому что количество этих счетов ограничено, и чтобы вы тоже смогли его получить в ближайшее время, нам необходимо от вас получить запрос. То есть письмо с темой письма, с кодовым словом Price Action, да, тема нашего сегодняшнего вебинара. Этого будет достаточно на первом этапе. Далее для завершения уже получения счета необходимо открыть реальный счет обычный в компании Admiral Markets и пополнить его на сумму от 200 евро. Торговать сразу на этом счету не обязательно. Мы вам предоставим второй счет, учебный счет. Вот вы на нем начинаете работать, у вас есть 14 дней, и ту прибыль, которую вы получите, вы уже переводите на ваш реальный счет и, соответственно, далее можете продолжать уже работать на нем. То есть вот такой приятный момент, который позволит вам, во-первых, и познакомиться с нашей компанией, если вы еще с нами не работали, так как данный счет предоставляется для тех, кто еще с компанией Admiral Markets не торговал. Пополнить счет можно без комиссии. Чаще всего используется карта, как раз там комиссии нет, и вам доступно два вывода в календарный месяц без комиссии. Что касается инструментов для торговли по стандартным счетам, доступны и валюты, самые наиболее популярные, и индексы, и акции, и криптовалюты в том числе. Поэтому смотрите наши условия, и уже вы сможете получить данный учебный счет, для того чтобы познакомиться с ним более подробно. Борис задает вопрос доллару. Да, можно открыть либо в долларах счет, либо в евро. То есть здесь уже в зависимости от того, какой вы открываете реальный счет, если он в долларах, то вам предоставляется счет на 200 долларов. Если в евро, то на 200 евро. Если в британских фунтах, то, соответственно, 200 фунтов. Хорошо, коллеги, если у вас есть вопросы по данному счету, то обязательно напишите. Вот интересен, в принципе, обратная связь. Насколько для вас интересен был бы данный счет. Поставьте, по крайней мере, плюсик, если приложение интересно. Если есть какие-то вопросы, вот еще несколько минут я готов на них ответить. Возможно, по компании Admiral Markets, возможно, по нашим услугам, но и в том числе по данным счетам. Отлично. Поэтому для тех, кому интересно получить данный счет, я напоминаю, что предложение по ним ограничено. Есть определенный лимит, по которому мы можем предоставлять их в месяц. Поэтому, чтобы попасть в число тех, кто может получить этот счет, напишите письмо, а не откладывайте на почту support.ru собакаadmiralmarkets.com с кодом к словам price action. Далее уже можно будет перейти к следующим шагам и уже дальше продолжать. Хорошо, коллеги, я также еще хочу напомнить, что вебинары от компании Admiral Markets, во-первых, вы можете смотреть в формате стрима на нашем YouTube-канале, опять же, подписавшись, нажав на колокольчик, чтобы получать уведомления. И на нашей странице, на сайте компании Admiral Markets, в разделе «Вебинары», вы также сможете посмотреть те, которые у нас запланированы на следующей неделе, на их записаться и посетить. Коллеги, еще один вопрос. Хотел сказать, есть ли у нас те, кто присутствует из Таллина, кто сейчас онлайн на данном вебинаре из Таллина. Если такие есть, то, пожалуйста, тоже напишите. Я хотел сказать еще об одном мероприятии, которое у нас проведет буквально на следующей неделе. Возможно, тем, кто из Талина, пока не удалось подойти к клавиатуре, чтобы написать, но, тем не менее, я ссылку приложу. У нас на следующей неделе пройдет мастер-курс, который буду проводить я по своей торговой стратегии, которую я использую в течение трех дней. Мы будем разбирать, что такое торговая стратегия, как ее сформировать, какие ошибки допускают трейдеры. И я поделюсь также своими наработками, которые я смог накопить за 8 лет в трейдинге. И что перешло в ту торговую стратегию, в ту торговую систему, которой пользуюсь я. Семинар будет проходить в нашем офисе в Таллине. Зарегистрироваться вы сможете по ссылке. Сейчас ссылку я также добавлю. А для тех, кому интересно, ссылку я прикладываю. Там условием посещения всех закрытых курсов является наличие реального счета. Если у вас нет реального счета, его необходимо открыть, пополнить. И вы также дополнительно получите учебный счет, на котором в ходе этого мастер-курса вы сможете сделать первые шаги. Здесь вы получаете и учебный счет, прибыль с которого вы сможете перевести на реальный, и еще дополнительные знания по трейдингу, по тому, как сделать свою торговую стратегию, торговую систему. Хорошо, коллеги, если пока вопросов нет, то будем на сегодня прощаться. Всем спасибо за внимание. Нас все больше и больше на данных вебинарах. Будем делать для вас еще более... Я думаю, что они не так интересны, но будем стараться еще углубляться, находить интересные темы для вас и делать вебинары. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего вечера. И увидимся уже на наших следующих вебинарах, стримах и очном обучении. Всем спасибо за внимание и до свидания.